Приветствую вас. Не совсем понятна хронология истории, которую вы рассказываете, в том смысле, что вы говорите про то, что чувствительные вы были с детства. Сентиментальным, точнее. Ну, чувствительным, сентиментальным, да. Вот. Видите, в последнее время ситуации, которые могут вывести из равновеса, становятся все больше, чуть-чуть за слезы, плачивать каждый день, как вы на психологической стабильности. В этом есть противоречия, в том плане, что... Ну, помимо того, что психологическая стабильность для каждого человека своя, да, то есть как бы тут неважно, ну, насколько вы вообще себя чувствуете, вот, там, образно говоря, в расстрае, да, насколько, вот, как вам, это особо не важно, а куда важнее, да, ваш комфорт, комфорт какой-то, чтобы вам было просто комфорт. Да, вот. И, соответственно, если вам бескомфортно, да, если вам не очень комфортно, вот, то ну, нужно, вот, собственно, работать в этом направлении, да, то вам необходимо смотреть, с чем связана была сентиментальность, например, в том же детском состоянии, да, вот, допустим, то есть, почему вы были сентиментальным ребенком в детстве, в каких ситуациях, в каких историях это было поощряемо, когда и как это поощрялось, благодаря чему это поощрялось, вот. То есть, эти все моменты, их нужно разбирать, эти все моменты, их нужно, условно говоря, их нужно корректировать, вот. И после этого, после того, как это все будет, в общем, не все равно скорректировано, я думаю, что вам будет гораздо проще, я думаю, что вам будет гораздо легче, комфортно, и лучше вы будете понимать, с чем связана ваша такая вот чувствительность. Ещё один важный момент заключается в том, что, как правило, вот, подобная чувствительность возникает из-за того и потому, что люди запрещают себе чувствовать, вот, просто, как-то, знаете, ну, банально, вот, просто банально запрещают себе чувствовать, просто, они, ну, вот, элементарно, да, не позволяют себе это делать, не позволяют себе выразять свои эмоции, не позволяют себе выразять свои чувства, вот. И в результате этого возникает, собственно, масса проблем, вот. Большое количество проблем возникает, ну, таких, допустим, как, например, как-то, вот, сложность с выражением эмоций, сложность-сложность с выражением чувств, и так далее. То есть это всё, эта вся история, она вот такая. И работать, э, этой этой историей нужно, опять-же, в этом направлении, да? Насколько вы выражаете свои чувства? Насколько адекватно вы это делаете? Следующий момент, который я хочу сказать, заключается в том, что у вас нет личных границ. От вас очень много вещей задевают. Вы не можете, грубо говоря, отграничить себя у других людей. Вот. Это тоже достаточно тяжелая история. Этому нужно учиться. То есть нужно учиться отграничивать себя от других людей. Вот. Для этого необходимо, с одной стороны, работать с ответственностью. Вот. Для этого необходимо работать с умением говорить «нет», когда это нужно, когда это необходимо. Вот. Ну и, соответственно, смотреть ещё какие-то моменты. С другой стороны, необходимо, чтобы вы сами себя учились принимать такой, какая вы. А, вот. И, соответственно, чтобы лучше имели представление о том, что вы из себя представляете и... Угу. Значит... Ну, чтобы у вас были представления о себе, да, как можно больше представить представления о себе. Вот. Чтобы у вас не было такого, да, что... Кто-то вам... Ну... Кто-то... Кто-то вам скажет... Там... К примеру... Что с вами... Что-то не так. И для вас это... Уже будет трагедией. Вот. Так что... Тут вот такой точно тот же момент. Ну и... Собственно, слёзы, они всегда обусловлены чем-то, они всегда обусловлены какими-то чувствами. Поэтому идеально было бы, если бы вы, конечно, вот, прямо разобрали, рассмотрели бы свои чувства. Определили бы их там, какие они из себя представляют ваши чувства. С тем, чтобы с ними можно было поработать. Вот так, в принципе, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделает его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи.